Субтитры делал DimaTorzok Делайте телевизоры погромче и смотрите внимательно, кто к нам пришел А сегодня у нас в гостях потрясающая, великолепная девушка-психолог Утро на седьмом, очень приятно А также семейный консультант, как вы думаете, как зовут эту прекрасную даму? Ее зовут Элина Розина Да, это я, доброе утро Это вы Как приятно с вами познакомиться, как приятно вас видеть в нашей новогодней студии Итак, вот Новый год, да? Как нужно настроиться на празднование этого замечательного праздника? Настроиться на празднование? Ну вот действительно, ведь декабрь месяц многие люди еще, может быть, не успели переключиться Не успели сообразить, что вот уже Новый год, вот уже пора стрелять салюты, открывать шампанское Как настроиться вот так вот щелчком пальцев, чтобы праздник засиял в доме? А вы знаете, настраиваясь или не настраиваясь, Новый год все равно придет тогда, когда он должен прийти 31 числа Поэтому все-таки имеет смысл к этому празднику как-нибудь подготовиться Ну, например, постараться доделать все дела заранее и начать уже наблюдать за другими людьми Перенимать их праздничное веселое настроение Смотреть за вот этой праздничной суетой в магазинах У людей, которые выбирают подарки, у них что-то такое на лице можно прочитать праздничное Ёлки, Деды Морозы по городу, ну все это, мне кажется, активизирует праздничное настроение В общем, быть повторюхой мухой Проще говоря, повторять за всеми Знаете, радость, как и грусть, как и другие чувства, они вполне заразны Но я не буду сейчас умничать про зеркальные нейроны, многие об этом читали Но только когда мы смотрим на счастливого человека, мы сами становимся чуточку счастливыми Поэтому, я думаю, есть смысл общаться с такими радостными, праздничными, счастливыми людьми Вот впереди Новый год, все новое, нужно начинать с чистого листа Как отбросить плохие мысли и абсолютно свободным и чистым войти в предстоящий год? Ну я не думаю, что их можно прямо отбросить Их можно отложить, может быть, на время, попраздновать, потом вернуться и уже заняться своими делами Ну не стоит, мне кажется, откладывать жизнь Понятно, что наша страна проживает не самый легкий год был Но и тем не менее жизнь продолжается, мы не можем отложить на следующий год радость Мы не можем отложить какие-то приятные чувства Ну давайте их проживать прямо здесь и сейчас, сегодня Давайте С чего нужно начать? Начать? Да Что имеете в виду? Как начать проживать? Как начать настраиваться? То есть с чего нужно начать? Вот проснулся утром, как понять, что нужно отложить это все плохое в сторонку и начать думать о хорошем? Включить телевизор, возможно, да? Утро на седьмом, как минимум Вот я вам подсказку даю Что еще нужно сделать? Позвонить друзьям, да? Спросить, как дела? Я думаю, что стоит все-таки прислушаться к себе Знаете, есть такой эффект человеческой психики, как выборочное восприятие Ну то есть мы замечаем все то, что подходит под нашу какую-то концепцию жизни Да, если мы пессимистично настроены, мы во всем мире, во всем поле, так сказать, замечаем, что это только негативное Если мы настроены позитивно, то мы ищем подтверждение этому во всем мире А вот мне кажется, что есть смысл задуматься о том, а что у меня все-таки хорошее Ну что плохо, всем понятно, все знают, у кого что плохо Но если задуматься о том, а что же у меня хорошо Я уверена, что каждый человек найдет то, где у него все в порядке Ну если задать такой вопрос себе, например, а есть ли люди, которые мне завидуют? То непременно найдутся такие люди Тогда задать вопрос, почему они мне завидуют? Значит, что-то есть в моей жизни хорошее Ну таким образом как-то можно заметить, есть ли у меня близкие друзья, есть ли у меня любимый человек Есть ли у меня что-то... То есть искать в своем поле, в своем окружении что-то положить, на что мы можем опираться Просто даже в тяжелые моменты все равно всегда есть что-то хорошее И об этом не стоит забывать Здорово Нужно ли обязательно подводить какие-то итоги в конце года? Как-то это помогает настроиться на новый лад и как-то подвести черту и открыться новому году? Ну знаете, я советую своим клиентам иногда завести такой дневник достижений Который записывать все то хорошее, все, что удалось Даже какие-нибудь маленькие события Ну там, не знаю, сдача экзамена успешная или там удачная покупка Потому что когда, ну вдруг, настигает нас там такая маленькая депрессия или какая-то апатия Кажется, что все плохо Ну доставать откуда-то из ящика этот дневник открывать Смотрите, о, ну так за эту недельку или за этот месяц Я же молодец Да, я же умничка Ни одной пустой страницы Много чего все-таки удалось Ну то есть об этом не забывать С каким настроем нужно вообще входить в Новый год? Ну с каким получит Ну, конечно, стараться настраиваться, но лучше Все-таки настрой наш дает нам много Насколько это возможно, то есть какими способами, я уже сказала, да То есть искать везде, ну, хорошее в том, даже в том, где его найти сложно Но оно непременно есть Потому что мир, он все-таки цельный И из него не стоит, ну, выбирать только негатив, обращать внимание Все-таки стоит обращать внимание, что и есть хорошее в вашей жизни Ну и, конечно, строить какие-то планы Ну, не относиться к себе слишком строго Не требовать от себя того, что, в общем-то, совершить, ну, очень сложно или невозможно Ну, как-то какие-то, ну, какие-то решаемые задачи Вот можно ли верить в новогодние приметы? Говорят, там, написал желание на листике, сжег листик, выпил с этим, значит, пеплом шампанское И все, значит, вроде должно сбыться Вот, то есть можно ли так себя тоже настраивать на позитив, на то, что вот все будет в предстоящем году хорошо? Я думаю, что все, что приносит удовольствие и не противоречит закону, все можно Какой-то аутотренинг, вот у меня все хорошо, в следующем году все будет классно Он действительно помогает или это просто для какого-нибудь... Для галочки, скажем так Для какой-нибудь галочки Я даже не знаю, можно ли однозначно ответить на этот вопрос Ну, в том смысле, что, может быть, кому-то помогает Но я все-таки передерживаюсь того мнения, что нужно, ну, обращать внимание на реальность Есть какие-то события в моей жизни, которые не очень хорошие Но я беру ответственность за них и ищу выход из этих ситуаций А есть в моей жизни очень хорошие события И вот я, опираясь на них, могу двигаться дальше Вот, мне кажется, ну, так будет честнее А лично вы верите в какие-нибудь новогодние приметы? Я, да Какие? Я верю Я, хоть психологи, но обзывают это магическим мышлением И считают, что это, ну, в общем, какой-то отрыв от реальности Но я очень люблю, и мне самой приятно И загадывать желания с боем курантов И, не знаю, и верить в то, что в новогоднюю ночь должно произойти какое-то чудо обязательно Ну, кто-нибудь позвонит вдруг Ну, кто-нибудь тот, кого очень хочется слушать Происходило ли чудо в вашей жизни в новогоднюю ночь? Да, регулярно происходит Регулярно? Да Соседи затапливают, да? Ой Те пробки летят от шампанского в стекла Нет, там хорошие чудеса происходили Вы как-нибудь следуете всем предписаниям? Допустим, вот год козы, нужно обязательно украшать там все в деревянное На столе обязательно должна быть зелень Иначе не будет вам удачи в следующем году Следуете каким-нибудь таким инструкциям? Ну, я, честно говоря, нет Ну, это такая игра, в которую, ну, если нравится, вполне можно играть Если это приносит удовольствие И, опять же, не противоречит закону, то почему бы нет? Ну, я играю в свои игры Какие-то другие Вот Новый год, время подарков Вот не всегда дарят то, что хочется Или, наоборот, иногда дарят то, что вообще не ожидал Как следует реагировать на, допустим, ну, не очень приятный подарок? Как следует реагировать? Так что не обидеть Разделим это на две вещи Ну, на две такие части, да? Внутри себя мы не можем, ну, себя обмануть Если нам подарок не нравится, то внутри мы будем недовольны Другое дело, высказывать это, ну, своим, там, друзьям, партнерам Мужьям, женам Или как-то найти форму Но я все-таки придерживаюсь того, что нужно говорить о многом Ну, пусть не обо всем, но о многом Ну, главное, найти хорошую форму Но это только в том случае, если вы хотите сохранить отношения Если не хотите, то тогда можете как угодно Что ты подарил? Лексус, подумаешь, забери его с собой, все, я ухожу Я хотела прюшевого мишку А тебе Лексус подарил, негодяй, да? Вот как-то так Какие вообще подарки следует дарить? Ну, я думаю так, что подарки следует дарить все-таки не себе Ну, то есть не на свой вкус А все-таки, ну, предполагать, что может понравиться тому человеку Как-то, которому вы подарок дарите А то ведь часто бывает, что мы дарим себе Ну, особенно детям Мы дарим то, что нравится нам Во что мы в детстве сами не наигрались Хорошо бы все-таки спросить у ребенка Ну, например, что бы он хотел заказать Деду Морозу С детьми проще Насколько вот детям важно верить вот в эту сказку? Вот есть Дед Мороз, нужно писать письмо Класть его под елочку И только тогда обязательно случится чудо Я думаю, важно Ну, не знаю, если взрослым еще хочется верить Почему бы не дать детям эту возможность Ну, насладиться такими чудесами Пока они маленькие Ну, это развивает воображение, фантазию Ну, я думаю, это очень хорошо Делает человека добрее То есть он взрослеет Он потом тоже продолжает верить в сказку И дарить своим окружающим людям Тоже дарить такую же сказку То есть даже вот фильм был снят Вот как раз на эту тему Американский Где тоже вот папа растил сына своего И сразу вот в детстве ему сказал Что Деда Мороза не существует Я тебе сам даю подарки И вот он, когда вырос этот сынок Стал взрослым мужчиной У него появилась семья и дети Вот, он наоборот Он стал придерживаться всех правил Он переодевался Деда Мороза Он дарил своим детям подарки Он настраивал их на позитив То есть он сделал совсем наоборот То есть своего отца за это он не взлюбил И поэтому я считаю, что наши телезрители Должны настраивать своих маленьких чад На то, что действительно Новый год существует Это действительно такой семейный праздник И Дед Мороз тоже существует Да, тоже существует Как такое некое мифическое дополнение приятное К этому празднику Есть какой-нибудь алгоритм Какая-нибудь тайная формула идеального пожелания Что нужно желать в Новом году? Я не знаю Честно говоря, есть ли в особенности идеальное Но не знаю Я, например, желаю своим друзьям, своим близким Именно того, чего им хочется Как мне кажется Я, конечно, могу сильно ошибаться В этом смысле, что обычно все люди делают Ошибаюсь Ну, предполагаю Ну, вот если мы хорошо знаем наших близких То все-таки мы, наверное, знаем, чего они хотят Мы предполагаем Вот этого и желать Ну, опять же, не того, чего хочется самому себе Ну, да Как лучше встречать Новый год? В шумной компании Или дома в тихом кругу Вокруг камина? Ну, мне кажется, ну, это каждому свое То, что вам нравится больше Ну, выбирайте Ну, прислушивайтесь к себе Вот если давать какой-то совет Совет, прислушивайтесь к себе Чего бы хотелось именно вам И старайтесь именно это и делать Ну, по возможности А вот скажите, пожалуйста После Нового года После всех этих праздников, выходных Как вернуться в строй? Как настроить себя на работу? Заставить себя что-то делать? Я не знаю Если честно Я не знаю Это всегда сложно То есть, опять-таки, пользуясь Возвращаемся к первому вашему сказанному пункту Нужно смотреть на других И повторять то, что они делают То есть, если они работают Вместе с ними тоже работают Вот тут, по-моему, вот этот совет не подходит Потому что другие точно в таком же состоянии Не рабочие Ну, нужно какое-то время на адаптацию Я думаю, что не ставить себе такие цели Что прям в первый день После выхода на работу Хвататься за какие-то сложные проекты Это советы начальства, я так понимаю Правильно больше сейчас адресуются? То есть, не заставлять своих подчиненных Активно что-то делать То есть, плавненько, спокойненько Начинать свой рабочий день Может быть, чашечки кофе Пообщаться, узнать, как дела А потом уже приступать к этой работе Ну да, если тут давать какие-то советы То, конечно, желательно Ну, все какие-то такие важные вопросы Решить до праздников Потому что после праздников Нужно время на раскачку какую-то На адаптацию Вот, и тогда могут там цифры плясать В калькуляторе Или там буквы В экране Как не очень Ну, поэтому Вот прям за что-то такое важное Охвататься первые дни После праздников Мне кажется, сложно Но чем длиннее праздники Тем сложнее Если кто-то отдыхает Только там один-два дня То, в общем, ничего такого Не происходит Ну, чем дольше Как после отпуска Тоже Вот, с профессиональной точки зрения Можете сказать Работает Вот для большинства людей Вот этот вот принцип Все, Новый год Завтра живу по-новому Работает вот какой-то этот рубеж Отпраздновал Оставил все В старом году А теперь можно жить заново Ну, давайте честно скажем Ну, мы немножечко Все обманываем Ну, ведь Новый год Такой же день Как и все остальные Некоторые Ну, так себе там Там Ну, мой Новый год Да Мой день рождения И вот после этого Что-нибудь такое происходит Ну, ведь выбран Да, есть по старому стилю Там Новый год По-новому Ничего, на самом деле Это, ну, в общем Обычный день Другое дело Что для нас Это Есть много ритуалов Это время подведения итогов Это время составления новых планов И почему бы нет Ну, мы можем с понедельника Начать там Заниматься спортом Бросать, курить А можем с Нового года Ну, если нам так удобнее Ну, если мы ставим сюда Дедлайн какой-то Да То почему бы не с Нового года А полезно, в принципе Для совершения планов Ставить себе вот какие-нибудь Такие вот границы Вот Новый год Диета с понедельника Курить бросаю послезавтра Это помогает как-то Реализация планов? Ну, мне нет А может быть кому-то да Ну, мне кажется Ну, я к себе отношусь бережно И поэтому Ну, если я что-то новое начинаю Я прислушиваюсь к себе Ну, то есть я планирую что-нибудь И потом, ну, жду того дня Когда я почувствую Что, например Вот сейчас мой аппетит и так снижен Я могу потихонечку Садиться на диету Да, или там Сейчас я и так вот Нет такой необходимости Там Ну, не знаю Или есть больше свободного времени Начать ходить в спортзал Да, почему бы не начать Ну, потому что можно поставить себе А организм, он будет сопротивляться И можно так Ну, там Со 2 января Иду в спортзал Бац И заболел Ну, что-то тело сопротивляется Ну, нельзя быть Очень жестким Прислушиваться к себе Конечно Вы составили уже итоги Или написали какой-нибудь список планов На ближайший год? Еще не успели Список планов на ближайший год? Ну, нет, наверное Потому что Ну, есть какие-то основные вещи Которые я точно знаю Что будут в следующем году Какие-то проекты Которые затевают Но я человек творческий И поэтому у меня Ну, все время что-нибудь рождается новое И вот я не могу загнать себя В такие жесткие рамки Мне будет в них сложно А подведение итогов Ну, не знаю Я все время как-то подвожу Как-то смотрю Ну, не знаю Вот мы хотим теперь От вас напоследок Услышать какое-нибудь Теплое поздравление Для одесситов Для всех наших зрителей Что хотелось бы пожелать Может быть какую-то камеру Мне нужно смотреть Пожалуйста Специально Дорогие одесситы В канун Нового года Хочется пожелать вам Чтобы следующий год В нашей стране был мирным Чтобы ваше настроение Ваша жизнь Стали более насыщеннее Стали ярче и интереснее И любите себя Прислушивайтесь к себе И старайтесь доставлять себе Максимум удовольствия Себе и своим близким А также смотрите Седьмой канал Спасибо большое Самое правильное поздравление Мы продолжаем Праздновать Наше предновогоднее утро Заряжаться Хорошим настроением И спасибо большое Нашему гостю За такую полезную информацию Напомним нашим телезрителям О том, кто же у нас Сегодня был в гостях Сегодня у нас была Прекрасная Элина Розина Психолог Утро на седьмом А также семейный консультант Я надеюсь, мы еще с вами Обязательно увидимся После новогодних праздников Вы будете нас утешать Настраивать на работу Говорить нам Всякие такие Мудрые вещи Вот Всего вам самого наилучшего Отметьте Новый год Так, чтобы запомнился он вам До следующего Нового года Обязательно Ну и конечно же Мы будем рады вас видеть Вот А у нас Продолжается наше утро Музыкальное А Нет Не музыкальное Прощаться уже А я разогнался Я себе размечтался Думал, утро продолжается А нет Мы подходим потихонечку К завершению К завершению подходит Наша утренняя программа К завершению подходит Этот уходящий 2014 год Каким он ни был Хорошим или плохим Тем не менее Он состоялся Мы живы Мы здоровы Мы улыбаемся Я надеюсь, вы тоже улыбаетесь Уважаемые наши телезрители Олечка Добавь что-нибудь Заканчивается этот год Но я надеюсь, ваш день продолжается Все еще в самом разгаре Уже практически готовый оливье Готова праздничная прическа Подарки И радостное настроение Мы желаем вам всего самого классного Самого замечательного Самого приятного Но впереди Новый год Хороших вам праздников И не забываем о том, что Наша утренняя программа Будет выходить На протяжении всех Новогодних праздников Начиная с завтрашнего дня Только немножко в записи Ну а для вас работала Ольга Ширгородская И Богдан Швец Всего вам самого классного Смотрите нас завтра Послезавтра в новом году И всего самого-самого наилучшего Пока-пока Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лай У неба У неба в руках Мне снится радуга Радуга Знак перемен Во сне с тобою мы вдвоем Необычайно счастливые Давай раскрасим мир Давай для нас двоих Где красно-желтый стих Оранжевый мотив Зеленый-голубой И не забудь любой Ведь это главное Радуга здесь Радуга там Я тебя никому не отдам Будем вдвоем на облаках Целоваться у неба в руках Радуга здесь Радуга там Я тебя никому не отдам Будем вдвоем на облаках Целоваться у неба У неба в руках Не помешает нам ни дождь, ни снег, ни настроение цвета, серого удача Нам улыбнется всем тому, кто сердцем верит, не нужны слова Давай раскрасим мир, давай для нас двоих, где красно-желтый стих, оранжевый мотив, зеленый-голубой И не забудь любой, ведь это главное Радуга здесь, радуга там, я тебя никому не отдам Будем вдвоем на облаках, целоваться у неба в руках Радуга здесь, радуга там, я тебя никому не отдам Будем вдвоем на облаках, целоваться у неба, у неба в руках И пусть снится радуга Есть надежда, открыв глаза Тебе скорее сказать, что ты моя любовь Ведь это главное Радуга там, радуга здесь Радуга в душе твоей, моей есть Будем вдвоем на облака Целоваться у неба У неба в руках Я тебя никому не отдам Будем вдвоем на облака Целоваться у неба в руках Радуга здесь, радуга там Я тебя никому не отдам Будем вдвоем на облака Целоваться у неба У неба в руках